всем привет мои дорогие друзья приветствую вас на своем youtube канале ну что как вы видите сегодня очередной рецепт не в пароварке ребята будем с вами готовить много всего разного и в пароварке и в мультиварке и печь и что такое не будем делать поэтому сегодня я буду готовить плов в мультиварке но ребята помните я говорил что у меня так надо это убрать помните я говорил что у меня проблематичная чаша видите что с ней произошло вот такая вот она у меня стала у ребята за очень много лет конечно нам пришла в такое не очень супер-пупер состояние если вам видно вот я вам сейчас покажу да у нее на дне и по бокам царапки уже такие конкретные с хорошими выемками и плов у меня последнее время когда я готовил его в мультиварке он начал гореть подгорать и рис и мясо в общем в общем короче ужас вот и поэтому помните он говорил на одном из рецептов в мультиварке что я хочу приобрести чашу новую чашу для мультиварки но так как мультиварку мою уже очень много лет не выпускают она снята с производства по что модель довольно таки уже устаревшая а я заказала через друга чашу новую сейчас я вам ее покажу она мне пришла уже ребят вот такая чаша ведь она уже запакована в такую вот всеми любимую штуку слушайте ребят я не могу остановить это наверно слабость всех людей на планете в общем вот так вот она запакована в такую пупырку и что вот как она выглядит она сама с внешней стороны коричневая а внутри она вот такая белая ребята белая гладенькая чистенькая точно такой же объем 6 литров у нее но у черной чаши у родной которая стояла на данной пароварке на моей у нее покрытие тефлоновое было а здесь ребята керамическая то есть еще больше надо быть аккуратным с этой чашей вот поэтому вот такая чаша я надеюсь что сегодня плов у меня не пригорит но у нее ведь тоже хорошенько что дно у меня ничего мне не пригорит ни плов ничего будем я вместе с вами сегодня тестировать ребята надеюсь что все пройдет хорошо и плов получится не горелый и очень очень вкусный поэтому сейчас я быстренько чашу помою и будем с вами и уже наполнять нашими продуктами ну а для приготовления плова нам сегодня понадобится 1 морковка вот так вот я ее ребята натер на терочке вот такая морковка дальше понадобится 1 луковица я ее нарезал полукольцами сегодня захотел так вообще в плов люблю лучок ребята резать мелким кубичком ну вот сегодня решил вот такими вот полукольцами сделать ну вот так захотелось далее куриная грудка выберите столько сколько хотите у меня одна крупная половина грудки вот так скажем далее нам понадобится один стакан риса я уже промыл рис в нескольких водах у меня рис краснодарский всю жизнь беру такой рис мне он очень нравится он очень вкусный вот и понадобится вода для риса на 1 стакан риса где-то 3 стакана воды но ребята честно говоря в мультиварку я наливаю где-то на сантиметр чуть выше риса воды вот так вот мы посмотрим как получится сегодня так дальше конечно же подсолнечное растительное масло понадобится для обжаривания и приправы конечно же соль приправа хмеля сунели чесночок немного паприки для цвета приправа из магазина компа здоровья для плова вот так вот она выглядит у меня ребятки я уже я конечно сюда пересыпал из пакетика ссылку на то видео где мы делали эту покупку с этой приправой я оставлю под видео в описании посмотрите какой у нее состав у этой приправы далее конечно же перец и совсем капелюшечка для обжаривания ребята вот мой любимый соус терияки обалденный и этот соус он специально для обжарки делается так что советую очень вкусный все мои хорошие и думать чашу для мультиварки и займемся приготовлением так мои хорошие ну что начиная все чашу я уже свою помыл новую устанавливаем ее нашу мультиварку теперь ребята берем растительное масло и наливаем его в емкость ну где-то так чтобы слегка донышко прикрыла донышко господи ребята но так дальше включаем режим плов он у меня на функции 4 так сейчас подождите проверю 4 плов да нажимаем старт и все теперь загружаем морковку сюда сюда так морковка дальше лучок так сейчас она начнет разогреваться лучок так готово все пошел процесс и перемешиваем так так то есть нам сейчас нужно обжарить морковку и лучок так я использую такую силиконовую лопатку ребята для для вот такой вот керамического покрытия используют будут только силиконовую лопатку даже никакой деревянной ребята потому что я боюсь что-то там поцарапать не дай бог так все идет отлично сейчас ребятушки немножечко чуть-чуть обжарим так и будем добавлять перцы так теперь добавляем перчика вот так дальше 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 ребятки добавляем паприки ну не очень много чтобы он был не красный ребята так просто для вкуса далее немножко посолим самую малость две маленькие щепоточки ребята перемешиваем аромат уже потрясающий так 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 сейчас еще ребятки чуть-чуть да и забыл сказать что на режиме плов у меня плов готовится 45 минут на режиме плов мы обжариваем морковь, лук и корочку минут 20 где-то так ну что все супер морковка с луком жарится ой ребята так вкусно будет просто себе не популяйте я очень люблю готовить плов не только в мультиварке кстати но и в казане в казане мы тоже с вами обязательно приготовим так все теперь выкладываем нашу курочку вот сюда так перемешиваем вы можете вы можете сразу добавить и курицу и морковь и лук сразу вместе ребята я так не люблю я люблю сначала немножко обжарить овощи потом добавить курочку ну вот так все в последовательности все мои хорошие немножко обжариваем и так мяско у нас уже побелело перец нам не нужен потому что мы его положили уже достаточно начинаем добавлять приправы сейчас я беру приправу для плова буквально совсем немножко совсем немножко вот так теперь берем чесночок где-то около чайной ложки ребята чесночка так дальше буквально пол чайной ложечки хмели-сунели а обязательно ребята прошу заметить никакой приправы для курицы я не кладу и последнее берем наш соус терияки и совсем немножко ребята совсем чуть-чуть он просто нужен для вкуса вот где-то вот так все ребята больше не нужно и все мои хорошие тщательно перемешиваем все наши приправки ой ребята какой пошел аромат вы бы только знали какой пошел аромат все приправы мы все с вами загрузили больше не нужно все продолжаем обжаривать нашу курицу прошло 20 минут курица уже почти готова теперь теперь самое главное ребята что мы делаем добавляем рис прямо весь прямо полностью ребята так вот так 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 все теперь разравниваем его вот так по всей поверхности разравниваем чтобы он лежал ровно так ну что я уже отмерил 3 стакана воды которых я дополнял наливал рис так заливаем где-то ребята так чтобы на сантиметр он прикрыл всю нашу массу так сейчас посмотрим так ребята еще надо немножко водички еще чуть-чуть вот так где-то дальше пробуем на соль не солено добавляем соли так ну вот две щепоточки внутри хватит все ребята и закрываем нашу мультиварку так сейчас закрываем ее и все остальные 20 минут ребята она все сделает сама а мы пойдем заниматься своими делами ну что мои хорошие вот пловик немножко у меня уже остыл я его переложил в тарелку кстати я ему дал еще постоять немножко в мультиварке при закрытой крышке чтобы он там весь напитался всем своим соком всем своим ароматом вот такой пловик ребята получился сейчас сейчас я его украшу моим любимым укропчиком вот буквально чуть-чуть присыплю вы можете его ребята кушать и с кетчупом кто как любит можете с соевым соусом можете как еще я люблю соусом терияки ребята это просто обалденно вкусно вот так буквально для цвета для свежести вот так ребятки выглядит мой сегодняшний плов обалденно я буду есть сегодня без соуса буду прямо так очень ароматный ребята кстати ребята забыл вам показать что он получился очень очень рассыпчатый смотрите видите он какой не склеившийся ничего вообще ребята вот такой надеюсь что вам хорошо видно и сейчас я его попробую ребята прям мне кажется что это балдеж ребята потрясающе мяско нежное прям тает во рту рис готов как нужно аромат от специи ребята потрясающий просто не передать словами ребята это очень вкусно очень вкусно прям слов нет в общем что могу сказать готов готовьте такой плов мультиварь это очень вкусно получается самое главное что это очень быстро все закинули обжарили что нужно закрыли крышку пошли заниматься своими делами вот такой ароматный плов у нас сегодня с вами получился а еще кстати я вам забыл показать что я сделал такой вот салатик с травушкой тут у меня лучок петрушечка укропчик свежий да ничего страшного что в плове у меня такой укроп сушеный а здесь свежий ничего страшного ребята вот и помидорка остается только это посолить и с пловом ребята это прям самое то что нужно вот такой сегодня у меня получился вкусный ароматный и полезный обед готовьте это очень вкусно самое главное что это очень быстро все мои хорошие на сегодня все всем спасибо и пока пока